Ну и начинаем выпуск со срочного сообщения столицы Мали. Там боевики напали на отель Рэдисон. По последним данным в здании находятся около 10 террористов. Они удерживают в заложниках 170 человек. Очевидцы сообщают, что вблизи гостиницы слышна стрельба. Есть информация о двух погибших. Полицейские оцепили территорию вокруг отеля. Мы следим за развитием ситуации и вернемся к этой теме в течение выпуска. Россия намерена добиться создания международного трибунала для расследования преступлений террористических организаций. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентин Матвиенко. Сегодня на совместном собрании сенаторы и депутаты Госдумы обсудили проблему терроризма и способы борьбы с ним. На встречу пригласили спикеров региональных ЗАГС собраний, представителей религиозных конфессий и общественников. За ходом собрания в колонном зале Дома Союзов следил Иван Трушкин. Иван, какие заявления прозвучали? Безопасности много не бывает, говорила сегодня выступавшая в колонном зале 1-й Валентина Матвиенко. Особенно когда терроризм бросает миру вызов поддерживать эту безопасность становится крайне трудно. И вот тут у парламентариев есть конкретные предложения. Это и ужесточение уголовной ответственности непосредственно для террористов, но и борьба с теми, кто дает им деньги. Известно, что финансовая поддержка ИГИЛ осуществляется не менее чем из 40 стран, в том числе частными лицами, бизнес-структурами, финансовыми учреждениями. Совместными усилиями их надо выявить, назвать, показать миру, жестко наказывать, добиваться введения действенных экономических, финансовых запретов ограничений. Главное, чтобы ни одно преступление не оставалось безнаказанным и не только в отношении исполнителей, но и тех, кто за ними стоит. И сегодня же в день 70-летия открытия Нюнбергского трибунала Валентина Матвиенко предложила создать новый трибунал, международную организацию, которая специализировалась бы исключительно на преступлениях в сфере терроризма. Недавний взрыв российского самолета, недавние атаки на Париж, взрывы в Бейруте, они доказывают, что ни одно государство сегодня не может просто постоять в сторонке в борьбе с ИГИЛ. И одними декларациями тут, конечно, вопрос не решить. Об этом, кстати, говорил сегодня и председатель Госдумы Сергей Нарышкин. Понять, что биографическая удаленность от так называемого исламского государства, построенного на ненависти, звериной жестокости, не гарантирует безопасности. Что результаты годовых усилий так называемой коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки равны нулю, в отличие от ударов российских воздушно-космических сил Сирии. Не раз сегодня в колонном зале сравнивали борьбу с терроризмом, войну с терроризмом с Великой Отечественной и призывали тут всех, все страны, все государства действовать единым фронтом, широкой коалиции. А вот пока этой широкой коалиции нет, то страны порой становятся жертвами собственной разобщенности. Почему так получилось легко террористам преодолеть вот эти рубежи, в том числе и миграционные? Да потому что мы разобщены. Мы не только не имеем единых списков этих уголовников, бандитских групп, мы не имеем единого законодательства, мы не имеем единых подходов в стране исхода и стране пребывания, а потом пожинаем плоды и пописыпаем пеплом голову. Ну и важно отметить, что среди всех этих призывов усилить, бороться, противостоять, прозвучали и слова Валентины Матвиенко, я тут процитирую, при всем этом нельзя скатываться к чрезвычайщине и отступать от принципов правового государства. Ксения. Спасибо. Иван Трушкин, собрание обеих палат российского парламента. В Европе может появиться собственное разведывательное агентство, об этом сегодня заявил еврокомиссар по миграции из Брюсселя, к нам присоединяется Вадим Глоскер. Вадим, чем объясняют это решение? Ну, Ксения, дело все в том, что просто время пришло и ждать, что называется, смерти подобно, причем, увы, в прямом, в самом прямом смысле слова. Действительно, с началом еще миграционного кризиса в Европе часто говорили о создании антитеррористического центра и вот теперь полноценное европейское разведывательное агентство. Об этом сегодня, накануне встречи министров внутренних дел Евросоюза и министров юстиции, заявил европейский комиссар по внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос. Итак, европейское агентство будет создано в первую очередь для того, чтобы создать, наконец-то создать полноценную, единую базу данных европейских жителей, чтобы, наконец-то, ввести полноценный, а не мифический контроль на европейских границах. Я вот могу сам сказать из нашего опыта, мы на этой неделе несколько раз ездили из Парижа в Брюссель, точнее, из Сен-Дени в Маленбек, то есть между двумя самыми опасными местами сейчас в Европе находится эта дорога. Так вот, да, контроль существует, граница как бы закрыта, дорога перекрыта. Все машины съезжают на обочину, едут гуськом со скоростью 3 км в час, но при этом, если по дороге во Францию хотя бы стоят два полицейских, то по дороге назад в Бельгию полицейские вообще отсутствуют. Кроме того, будет усилен, как сегодня было объявлено, контроль за гражданами Европы, возвращающимися в шенгенское пространство, ну а также будет усилен контроль за всеми финансовыми операциями. Будут просто введены, судя по всему, ограничения на наличные финансовые расчеты, денежные переводы и другие способы оплаты неэлектронным способом. Ксения. Вадим, ну а как идет само расследование парижских терактов? Ну, расследования продолжаются во Франции, в Бельгии. Вот сейчас последняя информация в Нидерландах, новые аресты. Ну, сегодня же было названо имя первой женщины-камикадзе в истории Франции. Это 26-летняя Хасна Айдбулахен, француженка марокканского происхождения. Она подорвала себя во время полицейской операции в парижском пригороде. Сын-Дени этот момент попал в объективы видеокамеры. По словам очевидцев, перезрывом террористка притворилась заложницей, стала звать на помощь, чтобы как можно больше людей оказалось в радиусе поражения. Ну и, как выяснили следователи, Хасна – это двоюродная сестра организатора парижских терактов Абу Ауда. И для родственников, и для знакомых ее превращение в террористку стало настоящим шоком. Полиция уже допросила и ее мать, и брата, а также соседей. Причем все говорят о том, что девушка была жизнерадостная, беспечная. Она очень любила носить ковбойские шляпы и, как говорят, совсем не интересовалась религией и Кораном. И вот еще, Ксения, о чем следует сказать. Сегодня очень любопытное сообщение пришло из Министерства внутренних дел Бельгии. Министр Королевства, которого зовут Коэн Генс, по прибытию, вот как раз я уже говорил, на экстренное заседание министра внутренних дел ЕС, заявил следующее. МВД Бельгии не намерено доказывать, что объявленные в четверг новые национальные антитеррористические меры не направлены против арабского населения страны. И еще одна цитата. Мы ничего, никому не собираемся доказывать. Судя по всему, с европейской толерантностью мы будем в ближайшее время заканчивать. Ксения. Спасибо, Вадим Глоскера, намерение Евросоюза создать собственную разведывательную службу. Автомобильные эвакуаторы спровоцировали скандалы в Нижегородской области. Сейчас местная прокуратура проверяет работу частных компаний, которые убирают машины с проезжей части. Поводом для эвакуации становятся запрещающие знаки, которые появляются на дорогах совершенно внезапно. Виталий Калугин разбирался. Светлана привезла на прием в реабилитационный центр четырехлетнюю Аню, девочку-инвалида. Машину оставила на дороге возле входа, но не в пяти метрах от пешеходного перехода, а в трех. За ней уже следили. Автомобиль эвакуировали за минуту. Выскочила полуодетая и стала просто бегать по улице, искать свою машину, может быть их нагнать, как-то уговорить, чтобы вошли в положение. Нижегородских автовладельцев этот дорожный кошмар преследует уже четвертый месяц. Подъезжает вышка, на столбе устанавливают знак, остановка запрещена, работает эвакуатор и увозят всех подряд. Когда возникает скандал, знак сразу же снимают. Сотрудник автоинспекции в нарушении регламента сидит тут же в кабине эвакуатора, а протоколы в качестве понятых подписывают сами эвакуаторщики. Машину грузят за 45 секунд. Не только не дают возможности автовладельцу исправить нарушение, а просто лишают его начисто этой возможности. Активисты общественной организации «Стоп эвакуатор вор» уверены, к безопасности дорожного движения все эти действия не имеют ни малейшего отношения. В городе появилось 130 новых знаков. Частные эвакуаторщики, по подсчетам активистов, уже заработали 60 миллионов рублей. Скандали разбирались на заседании Гордумы. На какую сумму при таких доходах частников пополнился бюджет Нижнего Новгорода, чиновники ответить затруднились. Отсюда становится ясно, что основной доход от принудительной эвакуации оказывается в карманах наших замечательных частных эвакуаторщиков. От этого бизнеса воняет коррупцией. Для исправления ситуации, считают нижегородцы, городские власти не пошевелили и пальцем. Ржавым железом забиты тротуары, но чиновников это не интересует. В городе катастрофически не хватает парковок, но строить их никто не собирается. И парадокс. Вот многоуровневый кирпичный автопаркинг в центре. Не используется. Заброшен более 10 лет. А вот детская областная больница. На въезде шлагбаум. Без специального пропуска въезд на территорию запрещен. Припарковать автомобиль по правилам невозможно. Полгода назад городским чиновникам предложили идею единого парковочного пространства. А частная фирма установила паркомат на одной из центральных улиц. Но подключить его не смогли. Даже в тестовом режиме. С тех пор паркомат так и стоит. Внедренный и безумно одинокий. Под обращением главе города подписались 2000 человек. Нижегородцы требуют запретить работу частных эвакуаторов и демонтировать знаки, установленные незаконно. Тем временем эвакуаторщики проникают во дворы. У инвалида по зрению Дениса Дружинина машину увезли прямо от подъезда. А при эвакуации пытались оторвать наклейку с лобового стекла. Она ни проходу не мешала. Ни проезду не мешал. Никому совершенно. Выхожу, машины нет. Вижу, уезжают два эвакуатора. Елена и Денис оспорили действия эвакуаторщиков и обратились в администрацию района. По областной целевой программе «Доступная среда» инвалиду Денису Дружинину должно быть предоставлено отдельное парковочное место. Но заниматься этим вопросом в администрации не стали. Попасть на прием к чиновникам Дружининым не удалось. Виталий Калугин, Александр Стефанюк, Андрей Шаймин, Евгений Анисимов. НТВ. Нижний Новгород. От запрета на полеты из России в Египет могут выиграть туристические агентства Белоруссии. Российские отпускники нашли лазейку. Теперь они летают на египетские курорты через Минск. В прямом эфире к нам присоединяется ведущий деловых новостей Денис Тололаев. Денис, ну ведь это было вполне ожидаемо. Да, Ксения, конечно. Ведь летать в Белоруссию россиянам не запрещали. Запрет на полеты в Египет российские власти ввели 6 ноября в связи с крушением самолета компании «Когалым Авиа» на Синае. Теперь, пишет коммерсант, россияне нашли способ обойти ограничения и летают в Хургаду и Шарм-эль-Шейх через Белоруссию. Они приезжают в Минск и на месте покупают туры. Хотя те в среднем в два раза дороже прежних с вылетом из Москвы. Другой вариант. Стыковочные рейсы через тот же Минск. Эксперты говорят, что белорусские турагентства могут заработать на этом до 20 миллиардов рублей. Это треть местного рынка выездного туризма. В нашем Ростуризме заявили, что планируют пресекать попытки туроператоров отправлять клиентов через белорусскую столицу. Но юристы напоминают, полеты из России в Белоруссию не запрещены. Европейские биржи солидно потяжелев вчера, сегодня съезжают вниз. Плохо выглядят акции компаний, связанных с туризмом. Игроки снова беспокоятся за международную безопасность. На российском рынке, похоже, тоже наступило время фиксации прибыли. И наши ММВБ и РТС ставят на красное. Доллар в эти минуты немного дорожает. 64,81 евро чуть дешевеет. 69,28. Сегодня Федеральная налоговая служба, которая в этом году празднует свое 25-летие, провела юбилейную коллегию. Открыл ее руководитель администрации президента Сергей Иванов, который сообщил об успехах работы ФНС. Отмечу, что благодаря вашей работе в консолидированный бюджет России в 2015 году поступило на триллион рублей больше, чем в прошлом году. Это очень весомый результат, особенно в связи с волатильностью экономических процессов и определенным спадом, который произошел в нашей экономике. А еще Иванов рассказал собравшимся, что однажды в личном кабинете налогоплательщика обнаружил у себя долг в 3 рубля 62 копейки по транспортному налогу за Волгу, которую продал в 98-м. Недоимка, вспоминает Иванов, стояла примерно за 2003 год. Но разбираться, по словам главы президентской администрации, он не стал и быстро погасил долги. Ксения об экономике пока все. Спасибо, Денис Талалаев, с экономическим обзором. Ну и мы возвращаемся к главной теме выпуска. Захват у заложников в столице Мали. Службы безопасности страны сообщают, что боевики проникли на территорию отеля на машине с дипломатическими номерами. В гостинице находится 30 служащих и 140 постояльцев. Два человека погибли, еще двое ранены. По последней информации, нескольких заложников удалось освободить. По данным нашего посольства в Бумаков, в захваченном отеле могут находиться россияне. Сейчас эту информацию проведем.